Военные записали видео с благодарностью президенту Казахстана. Ветераны из Алматы, которые участвовали в боевых действиях в Карабахе и на таджикско-афганской границе, выразили верность стране и заявили о готовности беспрекословно исполнять приказы Верховного Главнокомандующего. Они выразили президенту признательность и уважение за принятие закона о ветеранах войны, подписанного 6 мая 2020 года во знаменовании 75-летия победы в Великой Отечественной войне. По словам ветеранов, они ждали этот законопроект очень долго, около 20 лет. Так как президент все-таки наделил их статусом ветеранов, военные заявили, что они всегда были поддержкой правительства и будут оставаться ею всегда. Ветераны также почерпнули важность конституционного строя в стране, поэтому они и поддерживают проводимую Такаевым политику. Они также выступили против оппозиции в стране, ведь это может навредить государству, что в свою очередь несет ряд негативных последствий, с которыми лучше не сталкиваться. Также они готовы внести свой вклад в патриотическое воспитание молодых людей в городе Алматы, ведь очень важно рассказать о ценностях, которые нужно защищать. Кроме того, сообщалось, что несколько семей, проживающих в провинции Саманган в Афганистане, обратились к властям Казахстана с просьбой забрать их из страны. Соответствующее видеообращение было отправлено в редакцию популярного издания. Молодой человек, представившийся как Нуралхак Абдулхак, заявил, что ему и его семье очень нужна помощь. С просьбой ее оказать он обратился и к Такаеву, и к Назарбаеву. По словам молодого человека, есть пять семей, которым очень страшно выходить из дома, и они очень беспокоятся за свою жизнь. Он уточнил, что в его семье 10 человек, в других от 7 до 9. 18 августа появилась информация о том, что президент Такаев дал поручение решить вопрос о возвращении этнических казахов из Афганистана. В свою очередь, представитель МИД Айбекс Мадьяров сообщил, что в Афганистане проживает около 15 семей этнических казахов, около 200 человек. В то же время он отметил, что Казахстан в настоящее время не рассматривает возможность приема виженцев из Афганистана. Между тем, проживающие в Афганистане казахи ранее заявляли, что посольство Казахстана отказывало им в помощи, ссылаясь на то, что в документах в графе «Национальность» есть пометка «Афганец». Продолжение следует...